Ректор Державинского университета, депутат Тамбовской облдумы, ушел из жизни в самом ее расцвете. 7 апреля Владимиру Юрьевичу исполнилось бы 45 лет. Холл драматического буквально заполнен людьми. Попрощаться с Владимиром Юрьевичем пришли родственники, друзья, коллеги, его ученики. Также прощания и отпевания пройдут сегодня и завтра в Спасопреображенском кафедральном соборе. Погребение же состоится завтра в городе Котовске на родине Владимира Юрьевича Стромова. Пришли проводить Владимира Стромова в последний путь ученые, спортсмены, представители исполнительной и законодательной власти. Свои соболезнования выразил и глава региона Максим Егоров. Из жизни шел Владимир Стромов в три года в нашей области. Действительно, мы, как нас там можно называть, 40-летний, мы 71 года. Это рождение парень простой семьи из нашего города Котовска, который сделал себе карьеру сам. Никто ему не помогал своими усилениями, своими знаниями, тем испытаниями, которые дали его родители. Не останавливаться на достигнутом, верить в победу и идти вперед. Такой идеей жил Владимир Стромов, и его наследие не будет забыто. От нас ушел яркий, талантливый руководитель, человек с большим сердцем. Мы помним его труд, мы помним его заветы. И наша главная цель – жить и работать, руководствоваться его главным принципом – развивать себя, развивать университет, развивать регион. Вклад Владимира Стромова в развитие родного университета, спорта, региона и политическую жизнь сложно переоценить. С его именем связаны победы волейбольного и баскетбольного клубов, хоккейного клуба «Держава». Организованная по его инициативе «Державенская лыжня» из внутриуниверситетских соревнований стала межрегиональным событием. Под руководством Владимира Стромова в Державенском университете сложилась уникальная материально-техническая база, и университет вышел на новый качественный уровень в своем развитии. Павел Юрасов, Николай Иванов, Евгений Мещеряков. Область новостей.